Поднимается осенняя волна коронавируса, а возросшие опасности этой инфекции убедительно свидетельствуют цифры. Если весной и летом количество заболевших в Краснодарском крае за сутки не превышало 100, то сейчас уже свыше 140. И, судя по всему, пик пандемии пока не просматривается. Поэтому сейчас как никогда важно побеспокоиться о собственной безопасности. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время проведения краевого оперативного штаба сказал, что в регионе пока не будут вводить карантин на фоне пандемии и сезонной заболеваемости гриппом. Но при этом будет принят ряд мер по ужесточению контроля за соблюдением режима повышенной готовности. Сейчас во многом от самих жителей зависит дальнейшее развитие ситуации. Прежде всего речь идет о соблюдении масочного режима. Маску необходимо носить не только в транспорте, но и на улице. Даже если людей немного, всегда может возникнуть ситуация, когда на остановке общественного транспорта, на светофорном перекрестке соберется группа людей. Маску нужно носить в парке или сквере, в такси, в любом магазине и торговом центре, в различных учреждениях, в парикмахерской и словом практически везде. За несоблюдение масочного режима для граждан предусмотрен штраф от 1000 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 10 до 50 тысяч, для индивидуальных предпринимателей от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В учреждениях торговли покупателям должны бесплатно выдать маску или предложить ее купить. Человеку вправе отказать в обслуживании или вовсе не пустить в заведение, учреждение, общественное место. Маску нужно носить не из-за чьей-то прихоти, а для того, чтобы избежать заражения и в случае заболевания оградить окружающих от инфекции. Медицинские маски могут защитить здоровых людей от больных. Инфекция на самом деле необычная и непредсказуемая. Нужно очень себя беречь в настоящее время. И это хорошо понимают многие славянцы. Я знаю, что, да, хоть многие думают, что она не защищает, но она на самом деле защищает. Причем очень сильно. Вы уверены? Ну, я уверена, если, опять же, соблюдать правила. То есть, например, если вы в одноразовые ходите маски, то ее надо менять каждые два часа. Да, затратно, но, опять же, это ваше здоровье. Если многоразовые маски, 4 часа походили, другую взяли, эту постирали дома. Бывает и так, что люди могут относиться к коронавирусу легкомысленно. К сожалению, далеко не все осознают ответственность и опасность. Есть те, кто принципиально не желает носить маску, потому что им в ней некомфортно и затрудняется дыхание. На Кубани уже идут рейды сотрудников полиции на транспорте в других общественных местах. Большинство жителей проявляют сознательность. Тех, кто нарушает масочный режим, в первый раз, как правило, предупреждают, но могут при необходимости выписать протокол и затем придется заплатить немаленьких штраф. Еще раз напомним, что цель соблюдения масочного режима самая благая – сохранить здоровье и жизнь во время пандемии COVID-19. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok